Приветствую вас, друзья! Продолжаю свое путешествие. Второй день в Нью-Йорке. Сегодня предстоит посетить два места. Первое место, ну, наверное, наиболее знаковое для Нью-Йорка, это Статуя Свободы. Ну, а второе, это тоже очень интересное место, это музей естественной истории. До Статуи Свободы я поплыву на этом пароме, который отправляется от причала Беттери Парк, находящегося на юге Манхэттена. Паром платный, ну, а вход, собственно, на остров, парк, Статуя Свободы, там все бесплатно. Манхэттена. КОНЕЦ Продолжение следует... 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 изнутри статуя свободы представляет собой стальной каркас внутри можно свободно передвигаться ну а посетители могут выйти на смотровую площадку и насладиться видом на залив на корабли плывающие по заливу насладиться видом небоскребов на противоположной стороне залива обойти статую свободы вокруг взглянуть на нее снизу вверх полный набор удовольствия а 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Считается, что 7 лучей на короне Статуи Свободы это символ 7 морей, известных древним морякам Средиземная, Красная, Восточно-Африканская, Западно-Африканская и Китайские моря Персидский залив и Индийский океан Но более близкие нам времена выражение 7 морей Сделалось популярным благодаря 3-диарду Киплингу Ну, статуи Свобода КОНЕЦ 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 Ну, а теперь отправляемся на остров Элис Более 60-ти летий подряд остров был самым крупным пунктом приема иммигрантов КОНЕЦ 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 ЭЛИС ВА37 ВА positiv ВА花 ЭИ И ВОdo Остров был просто устричное отмелье, на которое казнили пиратов. Потом какое-то время здесь был форт. Ну и самое интересное для истории Америки. Здесь на протяжении шести с лишним десятков лет находился иммиграционный центр. Именно сюда пребывали иммигранты из Европы. Легенды говорят так, что было очень нелегко. Иммигранты проходили тест и многих могли вполне отсеять. Предлагали сложить из кубиков кораблик и сложил слабоумен. Отказывали, например, одиноким женщинам, но принимали невест. Но были другие случаи. Например, в 1907 году на пароходе Балтик прибыли более тысячи невест. Заранее списались с готовыми жениться американскими мужчинами. В годы массовой миграции так отсеивали до 20% прибывших. После острова Свободы прохожу через финансовый район Манхэттена, сажусь в метро и еду в музей естественной истории. Субтитры создавал DimaTorzok Вторую половину дня я посвящаю музею естественной истории. Было интересно посмотреть выставки. Я такие выставки люблю. Просто интересная экспозиция, скелеты допотопных животных, камни, океориты. Много молодежи, которая смотрит эту экспозицию. Просто приятно пройтись и посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok